Существенная вещь для рыночного инвестора, для человека, оперирующего финансовыми активами, это спокойствие ума. Для того, чтобы туда не проникало много лишней информации, и для того, чтобы то, что действительно важно, можно было спокойно, вдумчиво разложить по полочкам, сосуд ума необходимо очистить. И один из самых действенных способов – это медитативные практики, а ключ к ним, как правило, концентрация на дыхании, что является довольно несложным, не привязано ни к каким религиозным конфессиям. Это просто определенный способ сосредоточиться на своей энергии, на своей жизненной силе. Определить в своем теле те области, которые вы чувствуете как наиболее комфортные для такой жизненной силы, для жизненной энергии. У кого-то это может быть середина груди, или то, что индусы называют сердечной чакрой. У кого-то это может быть область живота, там сосредоточено в районе солнечного сплетения ваша энергия. У кого-то может быть это область головы. Важно для того, чтобы вы просто чувствовали себя удобно, определить, какая область комфортнее для вас. И можно просто чувствовать, как с каждым вдохом у вас текает солнечный свет. Часть это будет некоторым воображением, может быть, но в действительности, когда вы так думаете, вы помогаете своему дыханию направлять ваше состояние. Вы помогаете, на самом деле, проникать в вас чистым светлым энергиям. И на самом деле, вот способ, тот факт, что ум сосредоточен на дыхании, а не на постоянных мыслях, не на разборе полетов, что было вчера, что будет завтра, как повлияет тот или иной фактор экономический на том, на сём. Это позволяет, на самом деле, успокоить голову. То есть, каждую проникающую туда мысль просто отгоняешь от себя, как на зойливую муку, вставишь такой экран. И при вдохе ты вдыхаешь частоту и реально пытаешься проследить, как вот эта энергия солнца, как эта энергия света, она внутри тебя циркулирует, гусирует. Если ты обращаешь внимание на это и стараешься не отвлекаться ни на какие-то размышления, и хотя бы в течение хотя бы полминуты, минуты, тебе действительно удается подряд сконцентрироваться на дыхании, вот ты обнаружишь, во-первых, очень счастливое, очень красивое и приятное состояние. Если тебе удается какое-то время в нём задержаться, это вполне сродни ещё одному приёму пищи, такой солнечной, светлой, энергетической, если хотите, подпитки. И затем, когда в этом состоянии пребудете какое-то время, во-первых, само по себе приятно и полезно для здоровья, а во-вторых, вы можете впоследствии более рационально мыслить. Вы действительно сможете выбрать из всей втекающей информации то, что важно. Выбрать только те экономические показатели, которые важны. Нарисовать себе внятную, простую схемку, скажем, взаимосвязей к какому-то событию. Вы там приписываете 3-4 плюса, как бы оно более значимое. К другому маленький плюсик или определенного размера минусы. И тем самым оцениваете весь набор факторов. Составляете некую схемку для работы. При этом отметая то, что в обычной ситуации у вас просто оно вызвало бы эмоциональное беспокойство. И из-за этого эмоционального беспокойства человек часто принимает не очень верное решение. Или совсем неверное решение на эмоциях. Здесь же как бы происходит некое замедление внимания, но при этом его концентрация на важном. Тем самым точнее можно планировать, можно не делать лишнего. Что называется вдохнул-выдохнул еще раз перед тем, как принять решение патрульной сделки. И в итоге получить более взвешенные на выходе результаты. Рекомендую всем попробовать. Ну и конечно же такие вещи, как закат солнца или пение птиц на природе только способствуют тому, чтобы настроиться. И на мой взгляд, вот лично по моему опыту, совсем этому не способствует атмосфера кабинета, офиса. Поэтому при первой возможности, если мне нужно обдумать что-то, касающееся даже очень серьезных вещей. Будь то политика центральных банков или там склады по нефти, еще что-то такое значимое по рынку. Я стараюсь в первую очередь оказаться на природе и настроиться.